Всем привет, дорогие зрители, с вами Мистер Шпилкис, и мы продолжаем прохождение игры Ведьмак 3 Дикая Охота. В прошлой серии мы с вами первый раз в этой игре, в этом прохождении встретились с Трис Мерригольд. Трис это бывшая, ну, как сказать, сложно сказать, возлюбленная Геральта, невозлюбленная, в общем, у Геральта вообще с девушками, с женщинами все очень сложно всегда, поэтому когда-то давно Трис приютила его у себя, как раз тогда, когда он потерял память, и он какое-то время был с ней. Янифер, соответственно, об этом знает и жутко бесится на эту тему, ну да ладно. В прошлой серии мы с вами еще закончили на моменте, когда помогли здесь местному Доплеру, и, так скажем, намекнули ему на то, чтобы он сбежал. Посмотрим, как это нам поможет в будущем, встретим ли мы еще когда-нибудь этого Доплера, я не знаю, друзья. И я хотел посмотреть, что у нас здесь за квест. Да, я любительнее людей, друг, а ты? Я очень не люблю повторяться. Оставьте его в покое. Эй, парни, тут один нарывается. Ох, придурки, каждый раз одно и то же. Каждый раз одна и та же история. Ну что, поехали. Нет, стоп, Геральт, немножко не то мы применили, но ладно. В принципе, покрошим этих дураков и без этого знака. Так, ты. С тобой будет проще. Эх, надеялся, что он упадет, но не упал. Все, упал. Теперь уж наверняка. Спасибо, Ватгер. Если бы не ты, мне бы отрезали уши, как Фаэлару. Или еще того хуже. На вашем месте я бы уехал из Новиграда. Надо же. Тебе тоже мешают нелюди? Мне нет. Зато Вечному Огню уже да. Пока что у них есть другие жертвы, но скоро возьмутся и за вас. Да ладно. Так далеко они не зайдут. Я был в Риве и в 68-м. Во время погрома. Я знаю, о чем говорю. Ушастый, ты бы прислушался лучше. Серьезно, еще стоит, спорит. Чуть уши не отрезали. Он говорит, так далеко не зайдет. Что ты нам предлагаешь? По домам сидеть? Уступать дорогу, если человек идет? Прощайте. Правильно, Герли, давай-ка мы уйдем. Это какой-то очень разговорчивый эльф попался. Ему говоришь, друг, давай схоронись куда-нибудь, спрячься, посиди. А он что-то начинает лезть в бутылку и спорить. Так, друзья. Я предлагаю что на эту серию? Давайте-ка мы, во-первых, вернемся и сдадим задание. Это правильно. А потом посмотрим, что еще мы с вами можем здесь поделать, чем еще позаниматься. По сюжету пока, может быть, эту серию мы с вами не пойдем. А я думаю, что, может быть, сходим на какие-нибудь заказики или какие-то дополнительные задания. Посмотрим, что здесь есть. Интересного у нас еще в списке. И неплохо бы поискать какие-нибудь доски с заданиями, чтобы еще на них что-нибудь взять. Мое почтение, мастер. Задание выполнено, друг. Дело сделано. Я убедил домового вернуться в деревню. Заплетать гривы лошадям и ссать в молоко, как велит обычай. Откуда мне знать, что вы правду говорите? Нет трофея, нет и награды. Лучше, чтобы все-таки было. А то как подействует на тебя невидимая рука рынка, так ты неделю на заднице сидеть не сможешь. Я дам половину того, на что договаривались. Не больше. И никаких дел с тобой иметь не буду. Ах ты бородач какой, посмотрите-ка. Заартачился. А с другой стороны, половина, друзья, нормально. Мы от Доплера тоже получили немножко денег. Главное, что мы получили опыт. Друзья, да это классно. Это наше развитие, наша прокачка. Ну что ж, смотрим на скеллиги и отыскать сновидящую в старом доме. Угу, хорошо. Запоминаем пока. Смотрим, что у нас здесь есть. Поговорить с управляющим. Зайти к прорицателю. Так, что-то у нас всего много. А ну-ка вот это вот, где задание находится. Дайте-ка я освежу в памяти. Оно же ведь... О, друзья, ну-то получается здесь находится. У нас, кстати, вот здесь еще есть задание. А здесь есть доска. Ох, разрываясь, друзья. Все, хочу. Давайте доску сперва. Все-таки это заказы. Может быть, какой-то интересный заказик попадется. Я с тобой согласен, друг. Дождик уже достал. Хотя вот солнышко периодически проглядывает, но не сильно. К сожалению, нельзя на платве скакать здесь очень быстро. Как обычно, мы скачем по полям, там по дорогам, по всяким. Здесь вот только так перемещаться. Но даже так, друзья, здесь очень удобно. В любом случае, побыстрее, чем на ногах. Давай-давай, платвичка, давай. Во весь опор, как говорится, мчи. Так, прочитаем. Заказ от храмовой стражи города Новиграда. Люди, недавно несколько командиров храмовой стражи, были жесточайшим образом убиты. В отношении этого преступления было заведено расследование. И виновный скоро ощутит на своей шее остальные клещи справедливости. Всякого, кто готов помочь стражникам выследить и покарать убийцу или убийц, что не исключается, просим обратиться в ближайший пост стража. Возможно, награда. Также уведомляет, что всякий, кто помогает бандитам или укрывает улики, совершает преступление и будет наказан пыткой, тюремным заключением или смертью. Сержант Гилберт Вицштке. Боже мой, чувак, тебе надо сменить фамилию срочно. Всем игрокам в Гвинт краснолюцкий банкир Вим Вивальди, прайдох и карточный шулер. Прибегнув ко всяким приемам, которыми так часто пользуются нелюди, он заставил меня проиграть. После чего, не дав шанса отыграться, потребовал моей карты. Всякий, кто вздумает с ним играть, сам будет виноват в своих несчастьях. Доброжелатель. Спасибо, доброжелатель, но обыграем мы и тех, и других. Рано или поздно всех обыграем. Ничего особо здесь, друзья, интересного не было, поэтому, наверное, сгоняем мы сейчас вот на вот этот квест. А заодно зайдем еще вот сюда. Посмотрим, что там от нас требуется, чего от нас там хотят. Отслышали, друзья, говорит, в дождь цена вдвое выше. Проститутка. Интересно, что ж такого-то в дождь? В чем сложность? В ее ремеслета. Ох, как тут все прям мерно происходит на плотве. Иногда у меня случались баги, и можно было добиться, чтобы плотва скакала быстро в городе. Такое раньше, я помню, бывало. Как-то где-то там можно понажимать, подолбить, игра багнется рано или поздно, и плотва помчит на всех парах. Как обычно это делает. Слушайте, а дождик-то зарядил? Кстати, друзья, вот замечали такое? Иногда едешь, когда на машине, проезжаешь под мостом, допустим, в дождь, и происходит вот такой эффект. Послушайте. Оп, дождик пропал, и снова появился. Классно, даже это продумали разработчики. Обалденно. Недаром, что игра. Года. И чуть ли не лучший РПГ там за все время. Выходи на бой. А, это ты опять, ты смотри. А тебе не хватит. Синяки на заднице уже отцвели. Выходи, говорю. В этот раз я верх возьму. Я уже упражнялся со щитом и соломенным чучелом. Гляди же и прими во внимание, что я тебя предупреждал. Ой, друг, как там твоя дева ягодка? Ехал бы ты лучше к ней, серьезно. Сколько можно? У меня нет времени давать тебе еще один урок фехтования. В этот раз урок преподам тебе я. Ой, начинай. Иди, отдыхай. Так. Да, в принципе, ладно, друг, сейчас только Акси зарядится и все. И будешь ты курить бамбук. Акси, акси. Ну что, хватит с тебя? Да, но в следующий раз. Ой. Если еще раз поднимешь на меня руку, убью. Ты так уверен? Да. Мы еще посмотрим. Эх, друзья, забегая немного вперед, скажу вам. Что в первый раз у меня эта история с этим дураком кончилась печально. Ах, опять дождь разошелся. Накапает мне... Я раздержал свое обещание на самом деле. Стоп, стоп, стоп. Кто это? Ты не будешь любезен помочь? Чего надо? Я Ростан Мукс. И мне нужна помощь в очень важном деле. Тебе надо зубы сперва вставить, друг. Ну давай, что там тебе нужно? Что за важное дело? Я прибыл сюда по делам. К сожалению, на другой стороне реки, на том конце моста, на меня совершили нападение. Я засветил грабителю по башке бутылкой благородного красноюцкого напитка. Но нападение частично удалось. Ты скажешь мне, наконец, в чем дело? Коротко и ясно. Вор сбежал с моими бумагами. Очень важными бумагами. И мне бы хотелось, чтобы ты мне их вернул. Задаром я тебе помогать не стану. Это-то я знаю. С тех пор, как мир стоит, ни один ведьмак задаром еще пальцем не пошевелил. У меня в подошвах сапог спрятана горсточка крон. Я их тебе отдам в обмен на документы. Посмотрю, что удастся сделать. Так, попозже мы поставим на отслеживание это задание. Сейчас мы добежим все-таки поговорим с управляющим. Что там за управляющий? Что он нам может рассказать интересного? Вообще, вот это задание тоже довольно интересное. Мы его, наверное, после управляющего и выполним. Мы здесь бродяг не любим. Я по поводу объявления. Говорят, вам тут надо избавиться от какого-то чудища. А, да. Надзиратель Лунд объявление повесил. Какая-то бестия рыщет по пригородам и убивает людей. Как стемнеет, из дома выйти страшно. Я, пожалуй, займусь этим чудищем. Ты лучше поспеши. Кто-то за него уже взялся. А кто принял заказ? Да я не видел. Мне только сказали, что нашелся кто-то. Когда нашли последнюю жертву? Вчера ночью. Хуберта убили. Он нищий, но человек порядочный. Я позволял ему время от времени ночевать под навесом. Вон там, справа. Евстахий тело еще не забрал. Где я его нашел, там оно и лежит. Кто-нибудь видел чудовище своими глазами? Нет. Мы только тела находили. Бестия всегда появляется ночью. Нападает только на одиночек. Осмотреть место преступления, используя ведьматье чутье. Так, ну что ж, интересно, что за бестия такая? И кто тот второй ведьмак, который взялся за это задание? И ведьмак ли он? Вот это вопрос. Так, вам уже не надо. А я, пожалуй, заберу бутылочку воды. Из него высосали кровь. Низший бампир. Кровь, но не человеческая. Чудовище было ранено. Ох, следы какие. Посмотрите, лапища огроменные. Не похоже ни на Гаркайна, ни на Фледера. Значит, и Кима. Угу, Кима. Найти чудовище, рыскающее в окрестностях, используя ведьмачье чутье. Хорошо. Вот у нас есть следы. Сейчас мы прогуляемся. Раскварался я что-то. Ой, серьезно, что ж ты так бегал по-дурацки-то? И Кима, ты или кто? Ага, нырнул, наверное, в воду. Ну хорошо, и мы нырнем. Почему бы и нет? Сундучок, друзья, вот это интересно. А ну-ка, Геральт, давай-ка мы с тобой занырнем. Сундучок всегда хорошо. Отвлечемся сейчас на секундочку и загробастаем, что в сундучке лежит. А в сундучке неплохо так себе. И рецептик даже один нашелся. Отлично. Ну что, я думаю, где-то здесь должны следы начаться. Все-таки, если он спрыгнул с моста, значит, ближайший выход где-то здесь. Так, а вот и нет. Вот и не сработала моя теория по поводу ближайшего выхода. Сейчас еще немножко здесь побегаю. Посмотрю. А нет, ничего такого, посмотрите-ка. А доска здесь есть с объявлениями? Нет, доски с объявлениями нет. Ох, сколько здесь всего, друзья. Не пересобирать вообще никогда в жизни. Ага, вот они следы. Отлично. Попался голубчик. И кимут или как тебя там звать, величать. Сейчас только награблю все, что плохо лежит. Хоть я, конечно, сюда этого и не клал, но, друзья, это никому здесь не пригодится. А нам, в принципе, очень даже. А вот это интересно, слышали этот звук? Это... Друзья, это работает арт, определенно. Срочно, срочно, наверх, быстро. Кто там? Ламбер, дружище. А, кстати, ну, тоже как вариант, да. Хотел ее за коньком поджарить. Но... Так тоже сгодится. Ну что, и кима. Потанцуем. Да ладно тебе, что ты кричишь, что? На, прикури лучше. Бороду твою черную сейчас подсмолю. Что-то она какая-то вообще никакая. Серьезно, ну будь ты... Будь ты нормальным вампиром. Хоть и низшим. Привет, Ламберт. Рад тебя видеть, волк. Решил поохотиться в Новиграде? Тебе же здесь раньше не нравилось. И теперь не нравится. Но у меня тут кое-какие дела. Классный вот этот персонажик, друзья. Но он своеобразный характер. У него тот еще. Очень уж такой он. Как бы, ну, немножко злой. Борзый такой. И... Некоторые факты о нем. Стал он ведьмаком не по своей воле. Он еще будет об этом рассказывать в будущем нам. У нас еще будет много с ним всяких разных диалогов. А давайте пока продолжим. Этот. Как с работой? Неплохо. Был у меня выгодный контракт в Ланекс Этере. Позвали убить великана, а тот оказался лесным троллем и шайкой бандитов. Шайкой бандитов? Надо же. Ну, они прилагались к троллю. Они, говорит, предлагались к троллю. Класс. Ты говоришь, у тебя здесь дело. Помощь нужна? Может, и нужна. Давай об этом потом. Пойдем, заберем награду. Я немного спешу. Тебе половина. Так уж и быть, уступаю. Догоню. Лампер, сейчас посмотрю здесь. Подождешь? Ладно, только не копайся. Ты знаешь, где резиденция надзирателя? Да, у меня там была милая беседа с одним стражником. До свидания. А я просто хочу осмотреться, друзья, под собрать здесь всякого барахлишка. Все это дело нам пригодится. Это и еда, и деньги, и всякие материалы периодически могут попадаться. Это все. Вот, например, сколько всего сейчас сгребли с этой бочки. Выше здесь уже не залезть, только ниже спуститься можно. Все. Сейчас по низу пройдемся. По сусекам пошкребем. Риданской водочки. Немножечко возьмем и отправимся за Лампертом. Продолжим с ним это задание. Посмотрим, что там дальше будет. Возможно, даже что-то интересное. Ну, все. Не все, друзья, отлично. Всякие еще припасики. Ну что, придется, видимо, нам немножко искупаться. Ох, обожаю, когда Геральт ныряет. Классно. Красиво все это выглядит. Геральт, а ты залезешь здесь? Красавчик вообще, посмотрите-ка, просто красавец-мужчина. В самом расцвете сил. Ты мне сказал сейчас? Ты уверен? Я бы не повторял на твоем месте, если я вдруг переспрошу. И что? А ты как думаешь? Мы сделали свою работу, пора платить. Погодите. Схожу к надзирателю и принесу награду. Мы сами справимся. А ты лучше стой на посту. И то верно. Входите. Мы разобрались с чудовищем в доках и пришли за наградой. Ведьмаки? С каких пор вы путешествуете парами? Одинокого ведьмака подстерегают разные опасности. Например, бандиты. Советую сменить тон. Говори, где искать Бертрамма Таулера. Так, интересно, что это Ламберт затеял? Кого? Поверь мне, Геральт, это важно. Мне надо кое-что разузнать. Не знаю я никакого Таулера. Берите деньги за чудовище и выметайтесь отсюда, пока я не разозлился. Где Бертрамм Таулер? Последний раз спрашиваю. Стража! В темницу их! Так, заварушка намечается. Или нет? Заварушка намечается для нас, а Ламберт красавчик побежал за этим. Пацаны, не надо. Честно вам говорю, не надо. Чего это? Чего это я такой? А ты какой сын? И чей? Друг, не надо было этого делать. Не надо было вам вообще быковать и лезть. В бочку. Аметистовая пыль. Отлично. Здесь просто так лежит, а мы там какой-то меч бережем, помню. Разобрать хотим ради этой пыли, а здесь просто в сундучке лежит. Все. И давайте бегом искать. Искать нашего Ламберта. С ним очень лобочим с Экиной. Таулер пропал, клянусь. Остальные тоже. Я знаю только что с Виеной. И что с Виеной? Она круглые сутки пьет у семи котов. Ну вот видишь. Ох, Ламберт, Ламберт. Хоть бы объяснил что-нибудь хотя бы, потом бы уже резал. Так уж необходимо было его убивать. Да. Отлично. Сюда явится еще больше. Объяснил. Пойдем отсюда. Класс. Встретимся в семи котах. И там я все объясню. В корчме, где сидит Виена? Ну да. Увидимся. Ну вот. Что-то прояснилось. А ровным счетом, друзья, конечно же, ничего не прояснилось. Непонятно, что Ламберт взотеял. Но определенно что-то нехорошее режет людей вообще направо и налево. Не разбираясь и не спрашивая. Пособираем здесь пока все, что есть и отправимся в корчму. Вообще, я что-то такое припоминаю. Из первого прохождения я какое-то время там доиграл. Ну, до осады в Каирморхене. И ее прошел в том числе. Вот дальше я уже не играл. Практически. Поэтому я помню, что Ламберт здесь замышляет какие-то. Свои разборки у него. Но. Плотва. Плотва. Ты чего туда полезла? Отдохни. А я чего на тебя полез, когда ты туда полезла? Давай-ка мы к Ламберту съездим. Ты же помнишь Ламберта, Плотва? Помнишь. Должна помнить. Так. У семи котов. Кстати, друзья, вот это интересно. А вы знаете, что нам в эту таверну нужно еще и по другому заданию. По заданию того краснолюда. По-моему, вот. А ну давайте сменим и посмотрим. Да, так и есть, друзья. Сюда же нужно еще и по этому заданию. Есть порядок. А ну-ка посмотрим, где тут на него напали. Нише так не воняет, как краснолюдский самогон. А вот и бутылка. Здесь на мукса напали. Служу вечному огню! Так, у нас есть, тем не менее, след. По запаху самогона краснолюдского пройдемся. И посмотрим, что будет в итоге. Давайте-ка сохранимся на всякий случай, потому что совершенно непонятно, что будет происходить дальше. Сюда нужно и к Ламберту зайти, сюда и краснолюдский квест ведет. Возможно, эти преступники... Стоп, стоп. Чего хотите-то? Хину у тебя глаза. Нет, я думал, к тебе друг ведет след. А ну-ка. Ага, вот ты. Отдавай документы, вор. Я вор? Я же их честно выиграл в карты. Мукс говорит, что на него напали. Он проиграл. Потребовал бумаги назад. А когда я отказался, так засадил мне бутылкой по башке, что я едва убежал. Так, ну вот. Интересно. Отдавай документы сейчас же. Давай сыграем на них в карты. Сколько ты за них хочешь. И опять мне нужен обман. Очередной раз. А ну, друзья, давайте попробуем вот так. Я еще вернусь. Вот так сейчас сделаем. По-хитрому. Теперь зайдем в наши навыки. Найдем эту закладку чудесную. Ой, да проще сделать по старинке. Вот так. И все-таки я поставлю этот обман. Не знаю пока вместо какого навыка. Но вместо какого-то определенно сейчас поставлю нужная вещь. Давайте, наверное, пока пожертвуем 500 очками здоровья. Скорее. А, у нас есть ячейка. Все, друзья, ничем не жертвуем. Отлично. Все. Класс. Сохраняемся. А ну-ка, друг. А вообще манит меня сыграть с ним гвинт. Ну, друзья, это долго. Может затянуться долго. Поэтому просто заберем у него сейчас документы. Так будет проще и быстрее, но в гвинт мы обязательно будем тоже играть, друзья. Обязательно у нас будут целые, возможно, серии гвинтовые, где мы будем переезжать с места на место и выигрывать партии в гвинт, соответственно, выигрывать всякие карты. Так, сопоставить показания нападавшего и мукса. К муксу мы вернемся, а вот здесь у нас, скорее всего, наш ламбер. Так-с. Распутывая клубок. Вот он. Да, так и есть. Прямо здесь. Вот он, красавчик. Теперь самое время кое-что выяснить. Зачем ты убил Лунда? Что вообще происходит? Хочешь историю подлиннее или покороче? Ну, давай подлиннее, так будет больше, понятнее. Давай, уж рассказывай все как есть. Был у меня товарищ. Его звали Айден. У тебя был друг? Очень смешно, сука. Мы познакомились, когда я принял заказ расколдовать монстра из Эландера. А Айден взялся его убить. Он был ведьмаком из школы кота. Насколько я помню, монстра все-таки убили. Да. Когда он выпустил кишки из моего заказчика, вариантов не оставалось. Кое-как я договорился с Айденом. Мы объединили силы, оплату поделили пополам. Потом мы работали вместе много раз. Это был лучший человек из всех, кого я только встречал. Ты знаешь, что ты мне нравишься, но ты даже пальца его не стоишь. Ох, умеешь ты делать комплименты, Ламберт, молодец. И что с ним стало? Как-то Айден принял заказ расколдовать дочку герцога. С самого начала в этом деле была замешана политика. И потом все слишком ненавидят школу кота. Не случайно. Ведьмаки школы кота стали по сути наемными убийцами. Айден им не был. Но так или иначе, при дворе герцога нашлись те, кто желал, чтобы расколдовать его наследницу, не получилось. Отряд хорошо обученных наемников застал Айдена врасплох. И его убили. Среди убийц был и наш надзиратель. А Бертран Таулер? Он командовал. И это он нанес смертельный удар. Ну, получается, что просто Ламберт мстит за друга. В принципе, его действия оправданы. Вопрос, надо ли это нам. Мне жаль твоего друга. Мне от тебя несочувствие и нужна помощь. И только надо поговорить с Виеной. Должно быть, она уже достаточно выдела. Пойдем. Виена? Чего хотите? Мы хотим повидаться с Бертраном Таулером. А с чего вы мне вам помогать? Для моего друга это очень важно. А что мне за это будет? Для начала я заплачу за твое пиво. А потом посмотрим, насколько ценными будут сведения. Я ходила в банде Таулера. Только когда это было? Я выпала из обоймы. Понятия не имею, где его теперь искать. Он больше не водит дружбу со старыми товарищами. В городе, говорят, он изменился. Таулер изменился? В каком смысле? Порвал со старыми знакомыми. Перестал заниматься случайными заказами. Засел в какой-то дыре. И должно быть готовиться к какому-то большому делу. Кто еще был в банде Таулера? Кроме меня? Зелиса, Хамонт и Лунд. Они разошлись кто куда. Зелиса в Тритогор. Хамонт на Скеллиге. А Лунд... Лунд мертв. Нашла коса на камень. Ну, тогда попробуйте поболтать с Хамонтом или с Зелисой. Так, вот варианты расспросить ее до конца. Ну, давайте, расспросим. И где искать эту Зелису? Она сорвала большой куш. Держит теперь бордель в Тритогоре. Из тех, что для богачей. Девки вытягивает из клиента сведения, а она ими торгует. Как называется бордель? Черная лилия. У Зелисы всегда был плохой вкус. Черная лилия. Интересно, а вообще такой цветок существует? Белая лилия это точно существует? А вот вопрос... Черная. Нам нужны сведения о Хамонте. Он был правой рукой Таулера. Тогда шайка распалась, вернулся на Фареры. Он оттуда родом. Теперь пиратствует. С ним, говорят, даже ярлы считаются. Хамонт, Хамонт. Что-то такое припоминаю я. С третьим, я думаю, его еще... Я была с белками. Потом отряд мой разбили, и я прибилась к Таулеру. Они никогда не считали меня равны. Я за сто шагов била из лука воробья. Но для Таулера я была недостаточно хороша. Он всегда предпочитал эту хабалку Зелису. Ты участвовала в убийстве ведьмака Айдена? Может быть. Я не помню. Ох, лучше б ты сказала, просто не помню, без может быть. Ты доволен? Если она ничего не знает, нам придется поговорить с Хамонтом и Зелисой. Не ищите Таулера. Если он поймет, что вы идете по его следам, то убьет вас, не моргнув глазом. Это мы еще посмотрим. А что касается тебя... Ох, жесть. Нет, не хочу. Кто бы она ни была, я думаю, жизнь у нее уже сломана. Особо от ее убийства не будет никакой разницы. Не хочу. Нет, Ламберт. И верно. Пускай так и остается. Мои деньги! Ублюдки. Ты должен мне помочь, Гераль. Будет лучше, если мы разделимся. Лови нас к Эреге и попробуй прижать Хамонда. Я поеду в Тритогор и встречусь с Зелисой. Так, сперва поговорим. Интересно, а что там может быть за разговором у нас? Ладно, давайте сначала поговорим. Нет. Это один из тех серьезных случаев, когда ты не задаешь лишних вопросов, а просто помогаешь другу. Где потом встречаемся? В Корчме нигде. Я отправляюсь. Отличное название. Класс. Где встречаемся? Нигде. Такс, ну вот. Но, друзья, к этому заданию мы вернемся попозже, когда мы приплывем на Скеллиге. А пока давайте посмотрим, что у нас еще с вами есть интересного. Это задание мы оставляем. Оставляем до момента появления на Скеллиге. Специально сейчас ради этого задания плыть на Скеллиге я не буду, но мы к нему обязательно вернемся. Оно никуда от нас не денется. Вот. Нам нужно вернуться к нашему Муксу. И расспросить у него, чего он нам голову морочит. Мелкий. Каким парнем? Ты что? Э, детишки, вам рановато еще о таких вещах думать. Хочешь быть моим парнем? Вообще уже страх потеряли. Ох уж, современные дети, друзья, я вам скажу. Быстро взрослеют. Такая целая толпа. Посмотрите, как будто дети на экскурсии с преподавателем идут. Прикольно. Ну что, дружище, давай-ка ты расскажешь нам все, как было. Ну и, я тебе сейчас дам, ну и сейчас подзатыльник получишь. Я нашел грабителя, который забрал твои документы. Не может быть. Идем к нему. Ты его прижмешь, а я заберу свое. Спокойно. Этот человек утверждает, что не нападал на тебя. Он говорит, что ты проиграл своей бумаге в карты. Бессовестный тип. Ах, тетка Розалия всегда говорила, что на лжи далеко не уедешь. Как далеко уехал ты? Это бумаги моего начальника. Свидетельство о собственности на каменный дом в Энгерберге. Что-то меня немного занесло. Я напился и... Правда, проиграл их в карты. А потом разбил бутылку о голову победителя. А что было делать, если он не хотел отдавать их добро? А потом эта сволочь вытащила оружие, и я убежал. Только без этих документов мне домой никак нельзя. Так, ну ладно. Забирай. У нас вариантов-то вообще никаких нет. Первый раз, кстати, вариант единственный. Ну, может быть, не первый, но... Что-то я не припоминаю. Обычно все равно что-то есть. Вот, теперь плати. Заплачу, конечно, как же иначе. Отдам все, что осталось. Так, сколько ты отдал, друг? Дай-ка я посмотрю сейчас. Задание выполнено. Так, получено... Очков опыта. Один. Двадцать крон. Самое выгодное задание, друзья. За все время. Пожалуйста. Еще один страшило. Фу. Да иди ты там вообще. Спрячься по своим капюшонам. Страшило. Себя-то видел? На тебе платвой по горбу. И посмотрим. Во-первых, посмотрим на ведьмачи заказы. Что у нас есть? Вот, у нас есть заказик. Классный поговорить со стражником. Пятнадцатый уровень заказа. А вдруг мы еще успеем в этой серии, друзья, сделать заказик? Тогда вообще серия будет классная. Много всего сделаем, переделаем. Интересно. Надо же, никто из стражников никакую шуточку не обронил. Поговорить со... А, это не тот ли это заказ? Когда было нападение на стражу. Ну что, заказ есть заказ. Деньги есть деньги. Поэтому посмотрим. В любом случае, в каждом заказе у нас с вами есть вариант, когда можем встать на сторону любого. Сколько бы ни было сторон в этих заказах. Хороших, плохих и так далее. Можем встать на сторону любого. В принципе, выбор, как говорится, есть всегда. Я по поводу заказа. А, какая-то тварь напала на ночной патруль. Наши-то вооружены до зубов. Ребята, как на подбор. Почему решили, что это чудовище? Вы бы видели их останки. И как выглядели тела? Я в жизни не видел ничего подобного. А уж я-то на трупы насмотрелся. Я как-то слышал о людях, что погибали от жары в пустынях Зерикании. Так вот, эти убитые выглядели именно так. Сперва поговорим о плате. Я знаю, сколько стоит моя работа. Ну что? Почти все наполовинку у нас не соглашаются. Давайте посмотрим этого. Уже лучше. Но все равно многовато. Уже лучше. Я с 249 поднял на 300. Он говорит, уже лучше. Ладно, давай 295, друг. Соглашайся. Уже лучше. Ай, какие вы все. Давай. Все, 290. Я посмотрю, что можно сделать. Мы тебе заплатим. Скинемся с ребятами на награду. Так, где наша платва? Вот она. И отправляемся в доки. А медик, кстати, классный будет, друзья. Сейчас мы доедем. Я думаю, в этой серии мы еще успеем на медика посмотреть. Может быть, заказ продолжим в следующей серии? Посмотрим, как со временем у нас будет. Но с медиком мы точно поговорим. Медик здесь прикольный. Если, конечно, чего-то не изменили каким-то патчем. Когда я играл, было интересно здесь у него наряд. Моя мамочка вам привет передавала? Твою мать. Ты чего, друг? Вот ведь. Ты медик. Чем могу помочь? Колоритная какая у него масочка, классная. Я расследую убийство стражников. Кажется, ты проводил вскрытие. Так тебя наняли этим заняться. Хорошо. Помогу, чем смогу. Кстати, иногда багается голос. Вот первый раз он ответил как будто бы внутри. Ну, как будто в стакан говорил. В принципе, все правильно. Если в такой маске, наверное, так и будет голос слышаться. А второй раз уже был вполне нормальный такой голос, как будто без всякой маски. Ну что ж, давайте расспросим по порядку. Ты видел на телах следы когтей или клыков? А, клыков когтей не было. Разве что следы ногтей. После развлечений с девками. Где нашли последнее тело? В переулке. У дороги из доков в район красных фонарей. Его там бросили посреди ночи. Надо будет там осмотреться. Я слышал, что тела были высушены. Ты тоже считаешь, что их убило чудовище? Я вот что-то сомневаюсь. Останки действительно были высушены, но может они пытались поймать чародея и тот наложил какое-то гнусное заклятие? Это было похоже на обезвоживание? Нет. Даже не знаю, с чем это сравнить. Спасибо за помощь. Я смотрю место, где их нашли. Удачи. Ну вот такой медик. Можете видеть, он рядик такой, там ножнички сбоку висят медицинские. Позор. Бандиты с оружием посреди улицы ходят. Это он, кстати, в наш адрес. В наш огород камешек забросил. Не знаю, чего я решил без плотвы, но мне кажется, что на ней, что вот так вот таким бегом стандартом Герльта, я думаю, плюс-минус одинаково будет. Правда, что Эльфу варит из детей суп? Смотри, какой бродяга. Тела нашли здесь. Может, тут остались какие-то необычные следы? Следы есть. Странно, что сразу не увидел. Конь? Нет, кони на двух ногах не ходят. Так, куда они пошли эти следы? Друг, я не слушал, что ты сказал, извини. Мне не до тебя сейчас. Сил нет. След ведет к хромоножке Катарине. Флакон из-под духов. Кто пользуется дорогими духами в таком нищем квартале? Так, хромоножке Катарине. Поговорить с хозяйкой борделя. Ну что ж, давайте зайдем, поговорим. Ага, закрыто. Но, закрыто здесь, но я думаю, что можно, скорее всего, обойти с центральной улицы, так скажем, если здесь вообще применимо такое понятие. Ну вот оно, жаркое местечко, друзья, смотрите. Любуйтесь. Привет, привет, как твои дела? Так, а где наша хозяйка борделя? А, вон она где прячется. Хитрая. Давай-ка пообщаемся с тобой. Геральт, молодец. Вообще, вот это словосочетание шлюха с принципами, это, конечно, ну, такое себе. Такс, хочу провести время с твоими девочками. Друзья, заманчиво, но давайте-ка мы лучше по заданию. Ты слышала про убийство стражников? Многие тут умирают от удовольствия. Так по-любому ж от удовольствия. Кто вообще спорит? А давайте-ка припугнем ее слегка. Или не будем? Или припугнем? Ладно, попробуем с первостандартными методами. меня сюда привели следы убийцы. Я не позволю себя оскорблять. Раз ты такой хороший следопыт, сам и разбирайся. Прощай! Ну вот. А могли шугануть ее, например. Так, это у нас Берта. Какая красивая Берта, друзья, я вам скажу. А здесь мы не выйдем. Но мы можем пройти по следу духов. И сделаем мы это уже в следующей серии, друзья. Отлично у нас получилась серия. И с Ламбертом увиделись. И посмеялись там в некоторых местах. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. В комментарии обязательно пишите ваше мнение по этой серии, по этой игре, по каналу в целом. Друзья, любые советы, пожелания, предложения, просто пообщаться. Давайте в комментариях это будем делать. Я их читаю. С вами там общаюсь. И увидимся в следующей серии. Пока-пока.